всем привет ну вот и прошел год нашего пребывания польши и хотелось бы подвести некоторые итоги промежуточные что у нас тут было что не было и какие планы на будущее ну начнем с покидания россияне и россиянцев как собирались и как ехали вы можете посмотреть в ролике по подсказке почему мы это сделали тоже есть ролик а вкратце ну это звучит так мы по горло насытились воровским режимом пляшевого карлика и его братков устали терпеть унижение этим быдлом и кардинально решили закрыть этот вопрос и вот оставив бизнес квартиру друзей и знакомых дали диору наиболее близкую по духу и нацию стране который давно нам кстати нравилось и наших не отношений всегда было только положительно к тому же здесь также как и мы на дух не переносит эту пляшевую куру и вот собрав шмотки первой необходимости и получив через дикие меры визы а это была первая волна ковида мы тронулись в путь на автобусах и успели проскочить в беларусь за день до печально известных выборов на таможне тоже получилось не все так гладко но отделались легким испугом нас поместили в карантин сначала мы переживали о том что пропустим начало занятий по польскому языку но в связи с тем что народ продолжал бежать от лавана наша группа сильно разрослась и руководство тугезер приняло решение организовать еще одну группу и передвинуть начало занятий так что карантин у нас закончился и ни одного занятия мы не пропустили потом мы начали осваивать польский язык и знакомиться с тем что окружает сначала хватали что лежит плохо но близко и начали печалиться от того что несмотря на обзоры блогеров сценами тут не все так хорошо как они рассказывали но сейчас мы уже составили скажем так свою потребительскую корзину и катаемся по найденным магазинам и любимым местам нашли хороший магазин с табаком свои продукты свои вкусняшки ну и прочие интересности активно пользуемся аллегра в общем потребительские аспекты нормализованы и оптимизированы изучение языка прогресс есть очень повлияли ограничения которые потянули за собой онлайн обучение и минимальное общение с другими людьми но тем не менее на слух мы сейчас воспринимаем очень многое исказанного и можем сносно донести до кого-либо свои мысли в бытовых вопросах по факту преподаватели практиканты о дополнительных занятиях мы узнали случайно через месяц потом они были переведены на онлайн по очередному локдауну как показывали в ролике после школы языка польского мы поступили в полициональную школу ну и соответственно продолжаем там учиться даже сдали экзамены за первый семестр во время обучения в этой школе также посещали курсы польского языка которые бесплатно организованы на базе этой школы ну по предмету не сказать что все легко и просто естественно приходится по непонятным вопросам нырять в русскоязычную литературу выбранные заранее курсы отменились сентября 2020 года поэтому записались на стационарное обучение с максимальным количеством часов медицинскую информатику опять же изучение языка и стопроцентная легализация кроме обучения в космосе мы нашли курсы от фундации по интересным нам специальности напомню когда мы изначально выбирали специальности в космосе то ольга хотела пойти на бухгалтера местного а я стать помощником кинопроизводителя но нам пришлось выбрать медицинскую специальность ибо только она соответствовала требованиям для получения карты по быту ну и была наиболее близко к уже имеющимся навыкам и знаниям так вот эти курсы от фундации начинаются в сентябре и ольга на них получит свои хотелки по бухгалтерии кроме этого она получит бумаженцию дающие право работать самостоятельно без каких-либо дополнительных аттестаций где там аттестации в минфине мне не очень повезло и вместо кинопроизводства у меня будет специальность медиа в социальных сетях то есть будут делать из меня мастера фотошопа ну ничего тоже пригодится всегда мечтал лучше поразбираться с этой программу льной кроме этого во время обучения выплачивается стипендия и прочие расходы например на транспорт до и от мест проведения занятий после обучения фундация содействует в трудоустройстве учеников естественно про это будет ролик только немного позже чем занимаемся в свободное время но в основном учимся и знакомимся с новой территории и жизнью но пока только в варшаве конечно получалось несколько раз выехать за ее пределы но мы ведь вам все показывали очень интересные красивые места хорошие люди вкусные здоровые пищи отличная структура в этом отношении мы нисколько не обманулись своих надеждах относительно польши за год познакомились с интересными отличными людьми теперь знаем где можно пострелять из любого оружия с кем рвануть на велосипеде в дальние дали катались очень мало из-за занятости ограничений и погоды даже местные говорят что погода в этом году аномальная солнце палит так что радуешься любому кусочку тени и небольшому ветерку то дождь заряжает на несколько суток подряд вы ограничение не способствует поездка то ничего не ездил между городами специально ездили на вокзал ибо нет конкретной информации в интернете о расписании то вроде начало что-то понемногу размораживаться и опять ожидают новую волну заразы в общем в этом отношении не все так радужно но честное слово мы наверстаем по легализации выясняется что право дает очень много отказов в принципе и по такому основанию в частности основная особенность инспекторы не видят или не хотят видеть предоставленные документы ну сами видели в прошлом видео что не все так гладко но ничего страшного есть юристы и правники которые на этих вопросах по 100 собак съели единственное это было просто неожиданно и непонятно польша это страна где реально работают законы и зная об этом мы учли все требования для получения карты поводу до запятой я мог бы это понять если бы это была какая-то другая причина отказа ну там морда кривая часов на обучение не хватает или она заочная тут ладно если есть расплывочные формулировки может да а может нет на рассмотрение и тому подобное я бы это еще понял но тут мы подготовились с основательную с основательностью советского бюрократа сделали абсолютно все чтобы получить положительную децизию но нет работники у жонда подкинулись и непонятной масти причем их отказ явно нарушает требования нормативных документов на которых они же сами и ссылаются догадки только такие что они или имеют явные указания отказывать людям из путин лэнда даже нарушая при этом закон либо уже где работают люди которые так загружены работой что совсем не ознакамливаются с материалом соискателей это можно понять и я думаю что это досадное недоразумение будет ими исправлено ведь не может же кадровые службы жонда брать на работу тех людей которые ставят под угрозу законность решений компетентных органов а также инициирует возможность того что уже получит всего лишь судебный иск за незаконность решений которые принял их нерадивый сотрудник ладно апелляцию правник нам подготовил и мы отправили ее установленные сроки будем ждать как говорит правник может и три года ну ничего мы никуда не торопимся мы не для того оставили все и вся и приехали в польшу чтобы по какой-то нелепой закорючке уехать обратно нет мы будем здесь биться и бороться надо подадим в суд ибо есть такие прецеденты и причем не в пользу у жонда да и кроме этого есть целая обойма готовых решений таких как переподача подача по другому основания и так далее всех не буду перечислять их очень много ну с этим вопросом разобрались а что мы планируем делать дальше а планируем и следующее окончив трехмесячные курсы которые начинаются в сентябре мы подыщем себе какую-либо подработку по этим специальностям так и при делах будем коммуникативные навыки подключиться подкачаются да и денег лишних не бывает в полициальной школе начинается второй семестр и мы естественно будем дальше грызть гранит электротехники медичной из этой школы мы уходить не собираемся так как она дает много бонусов по окончанию мы об этом уже говорили к тому же мы очень активно готовимся к открытию здесь свои фирмы и есть несколько моментов которые мы прорабатываем по другим ну и по возможности будем выкатываться в интереснейшие местечки с которыми будем вас знакомить так что никогда этого не говорил ибо бесит если вы не подписаны на наш канал то вы знаете что делать ну и остальное лайки комментарии и репосты вы нам очень сильно в этом поможете в развитии нашего канала насчет комментариев хотелось бы услышать от вас про что снимать на что обратить внимание какие стороны того или нового вопроса стоит выделить итак подведем итоги жалеем ли мы нет нет еще раз нет если жалеем то только о том что не сделали этого раньше польша прекрасная страна и мы тут нашли все что нам ну и не только наверное нам не хватало прекрасная экология добрые отзывчивые люди развитые инфраструктура который дает людям удобную жизнь качественные продукты и красивейшие места чистый воздух опять же нет этой золотой обертки в которую запаковывают всякую пакость в путин лэзи но чтобы выглядело хорошо нет пустых обещаний унижения людей так что нет мы не жалеем и точно не вернемся если даже придется уехать из польши это будет явно не россия а на этой волне хочется пожелать подписчикам и чуть-чуть немножечко тем кто не подписан хорошей страны здоровья и выполнение всех мечтаний за это мы выпьем отличные польской водочки пигловки и хорошо закусим всем спасибо за просмотр и до новых встреч украшенщик